здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о такой очень щепетильной теме для тех кто саморазвивается это наш ум это наш ум многие думают что все проблемы из-за ума что нужно остановить ум нужно его как-то усмирить так далее такие рамки создать сдерживающие его чтобы сдержать его но каждый по-своему это делать разные есть итоге много разных его и практик которые пытаются убрать ум знаете что еще ни у кого это не удавалось сдержать то есть схлопнуть ни у кого это не удавалось происходили некоторые вмещения разных энергий например там вмещение истинного я когда ум просто трансформировался трансмутировался становился послушным ребенком но это совсем другое действие совсем другое действие когда мы вмещаем свое истинное я в себя когда мы позволяем богу раскрыться как вы это можете еще назвать не знаю в общем позволяете жизнь с большой буквы раскрыться вас то ум автоматически становится вашим главным партнером в этой жизни он автоматически усмиряется а по сути он перестает слушать ненужные для миссии для предназначения для души сторонние мысли не подобающие души мы же наверняка уже наверняка слышали что наш ум наша наш мозг не активен более чем на сколько процентов по моему больше чем на пять процентов это похоже на правду и это было заложено нами изначально намеренно но главное то что я хочу сказать про ум что саботировать его нет смысла пока мы не вместили в себя высшее я или можно сказать дух святой дух или бога внутри не раскрыли полностью который этот ум перед трансформирует бороться до этого с умом саботировать его никакого смысла нет игра не стоит свеч игра не стоит свеч к тому же ум сам не производит мыслям то есть на 95 процентов как я вижу и чувствую он не создает каких-то мыслей своих все все мысли которые мы слышим в голове это внешние мысли это внешние мысли я предлагаю вам попрактиковать не саботирование ума не остановку внутреннего диалога любование снежинками мыслями снежинками мыслями снежинка и мыслями они падают 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 куда то есть извне падают 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 на озеро вашего сознания вместо того чтобы саботировать их остановить рассмотреть сказать о ты тут вы например эту одну рассматриваете таки о это плохая мысль убираем браем браем а о это хорошая мысль так увеличиваем увеличим ничего этого не надо делать никакое оценочное решение просто с любовью с принятием где снежинки мы любуемся этими снежинками любымся этими снежинками любымся их уникальностью каждого ни свинanti своими комикс но это не падает падает падают они заднеем и мы все больше больше и ничего их принимать начинаем принимать и когда принимаем они никто из них нее не 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 влияет на нас не манипулирует нами что если мы боремся с какой-то с одной на нас на нами манипулирует если мы медитируем на другую она тоже нами манипулирует но это все внешние снежинки внешние мысли а ум это все лишь обрабатывающий механизм обрабатывающий механизм и он является для мудреца для просветленного самым главным помощником самым главным партнером он может напоминать душе очень важные вещи например что-то осознал что-то осознали и он говорит например принятие мы эту ситуацию принимать давай мы будем практиковать благодарность давай попробуем простить простить себя давай попробуем пойти на природу там уединиться на природе и поразмышлять не торопясь давай попробуем уйти от суеты давай попробуем сказать нет этому предложению этому человеку и все что угодно другое он в нужной ситуации может если мы с ним не боремся если он чувствует что мы ему доверяем то он чувствует что он друг он чувствует что мы его считаем другом и мы ему доверяем и он не может не оправдать наши ожидания если мы ему доверяем если мы его любим если мы его любим любим тогда он становится нашим самым лучшим другом воплощении самым лучшим партнером и для начала можно практиковать практику визуализировать что каждая мысль это как бы как снежинка и мы любуемся и таким образом мы любим себя и свой ум свой механизм свой инструмент данные для этого воплощения всего доброго дорогие друзья